Весенняя страда достигла своего экватора. Если южные районы республики в ближайшие дни завершат работы, то ряд муниципалитетов может отстать от графика. Сегодня глава Чуваши отправился с инспекционной поездкой в три района республики. Чтобы выяснить, какие проблемы встают перед хозяйствами, тему продолжит Дмитрий Ковалев. После небольшого перерыва из-за капризов погоды, аграрии наверстывают упущенные дни. В хозяйстве Андрея Хорошавина намерены завершить весенний сев за неделю. Работы на полях начинаются с раннего утра. Три-четыре дня пришлось постоять, пока просохло, из-за того, что холодно, почва не поспевает, то есть в поля невозможно заехать было. Ударными темпами работаем каждый день, то есть по 12 часов смена. На сегодняшний день около 800 гектар мырапса уже посеяли. Сейчас планируем переходить на зернобобовые. Андрей Хорошавин показал главе региона созревающие кусты рапса. В хозяйстве на эту культуру делают особую ставку. Семена пользуются спросом, из них производят масло и мед. Большую часть урожая хозяйство реализует за пределами республики. Вы технические культуры уже и лен сеете, и рыженькие зимы сеете. Соответственно, с одного гектара доходность какая получается по сравнению с другими культурами? Ну, по прошлому году получили в среднем 18 центнер на круг. По ировому даже на одном поле 27 вышло. И в Казань отправляли, и в Киров, и в Орел. В агрофирме Таебинка в этом году рассчитывают собрать рекордный урожай картофеля и зерна. А зима и пшеница поспевают хорошо. Семена выдержали испытания морозами и дают большие всходы. Результаты превзошли. Ожидаемые прогнозы и уборочные работы на этом поле начнутся в срок. А это поле будет засеяно горохом. Эту культуру в хозяйстве Красная Сормова добавляют в кормовой рацион коров. Глава республики отметил, что темпы весенней страды необходимо ускорять и завершить работы уже на следующей неделе. В этом году хозяйство получит солидную господдержку. В бюджете на эти цели заложены более 2 миллиардов рублей. Почти 250 миллионов рублей дополнительно сейчас средств уйдут с товаропроизводителя. Это как раз для завершения весенних болевых работ, для ухода уже за посевами. Химпрополка уже должна начинаться. Благодаря государственной поддержке аграрии реализуют амбициозные проекты. Эта молочная ферма в деревне Яманаке была открыта в прошлом году. Она оснащена по европейским стандартам. Здесь установлены современные морозильные камеры, автоматизированы процессы раздачи кормов и дойки молока. Мы ферму построили. У нас в общей сложности 58 миллионов вышло на это. В конце года мы подали документы на единовременное субсидирование. В скором будущем мы получим эти деньги. 30% от стоимости. Это большая сумма. Где-то примерно 18 миллионов. На сегодняшний день у нас 330 поголовья. На 1 июня будет 350, потому что первотелки оттеливаются уже. В ближайшие годы в хозяйстве намерены начать строительство и других коровников. Поголовье дойного стада здесь хотят увеличить. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.